Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале, так как это первое видео в наступившем 2018 году. Прежде всего мне хочется вас поздравить с наступившим Новым Годом, с Жизнством, чтобы у вас и вашей семьи все в наступившем году было замечательно. Успехов вам! Как бьюти-блогер я не могу вам не пожелать красоты, здоровья. Будьте счастливы в Новом Году! А сегодня я хотела бы немного расквитаться с маленьким хвостиком, которым я остался с прошлого года. Это пустые баночки. Я их собрала заботливо в самом конце декабря и, соответственно, сегодня я вам уже их покажу, расскажу все, что могу об этих продуктах, все свои впечатления, мнения. И я надеюсь, что вы также ждали эти пустые баночки, насколько я хочу уже наконец-таки освободить этот пакет. Надеюсь, что видео для вас будет интересным и оставайтесь со мной. Желаю вам приятного просмотра! И первое, что попадается мне в моем огромном пакете, последнее, что закончилось в ушедшем году, это был мусс для волос сияние цвета от VeloFlex. Я, в принципе, очень сильно люблю VeloFlex, их пенки, потому что все они на моих волосах работают сравнительно неплохо. Они бюджетные, они не пачкают волосы и действительно, как я уже сказала, дают такой средненький неплохой эффект даже на моих длинных тяжелых волосах. Мне нравится, здесь была фиксация троечка. Мне, в принципе, как вот они позиционируют для окрашенных волос ни горячо, ни холодно от этого продукта, ничего я не заметила. Сам по себе хороший, нормальный, добротный мусс за небольшие деньги. Следующий продукт от Pro встречается и в Улыбке Радуги, и в Подружке. Это сухой шампунь для темных волос, здесь 150 мл. Он мне больше понравился, чем их классическая версия, потому что его действительно не видно на волосах. Неплохо освежает волосы, надолго его хватает, как ни странно, хотя классическая версия у меня просто в лед улетала очень быстро. У него приятный сладковатый запах. В целом, очень неплохой сухой шампунь мне нравится, поэтому если вы пользуетесь сухими шампунями, если вдруг не окажется какого-то вашего любимого, в Улыбке Радуги вы можете всегда найти... А, в Спектре тоже есть, в любом вот таком магазине парфюмерии, косметики у дома вы можете найти эту марку. И в принципе, конечно, для темных волос он реже встречается, чем классический. И моя боль просто, что он у меня закончился, это мой самый любимый тоник за всю мою жизнь. Это даже, наверное, это тонер, потому что корейцы называют именно тонерами. Это тонер из линейки Super Aqua от Misha. Я все не могу собраться с мыслями поехать наконец-таки на Звездную, купить снова себе уход от Misha или заказать его уже наконец-то не мучиться. Очень люблю этот тонер, потому что действительно вот эта вот консистенция желе, которая мгновенно дарит комфорт, увлажнение кожи, очень хорошо именно напитывает влагой кожу, убирает все вот эти вот морщинки от сухости. Очень хорошо работает именно с обезвоженной кожей, которой является моя кожа. Обожаю просто этот продукт, у него потрясающий запах, у него потрясающая текстура, он очень круто работает действительно. Вся линейка Super Aqua, все, что я пробовала, уход на моей коже просто бомбически работает. Обожаю Misha, обожаю эту линейку, обожаю этот тонер и очень-очень всегда всем советую его. Советую вам, если вы еще не видели мое видео от Misha, обязательно прикреплю на него ссылку где-нибудь в подсказках, что обалденная продукция, обалденный тонер, очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно я его люблю. Еще один мой must-have, из которого я просто не представляю свою жизнь, особенно после того, как я окрасила свои волосы. Я, кстати говоря, уже второй раз это сделала, но об этом я буду снимать отдельное видео. Это спрей от Bonacour, обожаю Bonacour Schwarzkopf, сейчас взяла еще и уход тоже от Bonacour, но об этом позже. Это линейка Moshure Kick, спрей-кондиционер для волос, неизбываемый, обычный спрей для кончиков волос, который обалденно работает. Причем он хорошо работает не только у меня, но и у моих подруг, которые меня спрашивают, которые по моему совету купили, тоже в восторге от этого средства. Обалденно работает, действительно очень хорошо ухаживает за кончиками, предотвращает пересушивание, сечение волос, помогает расчесать волосы, самый лучший спрей-кондиционер, который я встречала. Да, стоит он, конечно, не очень дешево, он стоит в районе 700-800 рублей, но он стоит того, мне его хватает практически на год. Очень люблю этот спрей, обожаю, обалденный. Лучше я не встречала пока что. Я очень долго говорила, что я как блогер никогда не спущусь до темы прокладок и всего остального, но я не могу с вами не поделиться, не показать, поэтому все мальчики кышат экраны, я надеюсь, что мои пустые палочки не смотрят мужчины все-таки, но сам факт, надо предупредить. Это мое самое любимое средство, которое я хочу с вами поделиться, мое средство для интимных гены. Эпиген интим. Обожаю. Тоже стоит не дешево, но оно стоит того, потому что именно с этим средством я наконец-таки прям вот довольна и счастлива, и все у меня в жизни прекрасно. И действительно средство очень мягко очищает, очень благотворно влияет именно на интимную зону, поэтому также девушки, особенно у кого именно чувствительная эта зона, линейка продается в аптеке, это уже такой более профессиональный уход, более профессиональный подход, поэтому советую попробовать присмотреться, особенно если, как я уже повторила, вы достаточно чувствительны к такого рода продуктам. Еще у меня здесь масочка такая, на самом деле баловство, баловство, думаю, я все мечтаю, когда же я наконец-таки куплю большую упаковку таких масок. Это паровые маски на глаза, вы их вытаскиваете из упаковки, и они начинают на воздухе, происходит химическая реакция, они нагреваются. Хватает где-то их на минут 20-полчаса, за это время вы можете уснуть, ничего страшного не происходит. Если вы не засыпаете, вы спокойно, когда она уже не греет, снимаете и засыпаете. Действительно штука классная, она помогает расслабиться и уснуть. Очень хорошо, как бы именно вот этот вот расслабляющий эффект. В данном случае у меня это пахло ромашкой, дополнительно еще приятный аромат ромашки. У меня еще было с лавандой, тоже классно, и по-моему с розой. В общем, такие масочки я очень сильно люблю. Действительно, вечерком, чтобы как-то расслабиться, настроиться на сон, очень помогают. Не знаю, как они влияют на глаза, но как на утро никакой негативной реакции не было. Именно вот как расслабить, наверное, мышцы глаза, они помогают. Сказать, что у меня прям какой-то мега отдохнувший взгляд после них я тоже не могу. Но, как сказать, мне нравится. Именно вот расслабиться вечером мне очень нравится. Следующее, что у меня тут было. Я, кстати, очень рада, когда я попробовала эту маску. Потом мне подарили целый набор масок с кирнит. Они продаются в летуале. Я была просто очень рада и счастлива, потому что эта маска мне очень понравилась. Это маска золотая гидрогелевая с секретом улитки. Я очень позитивно отношусь к продуктам с секретом улитки. Очень люблю маски всевозможные гидрогелевые. Хочу попробовать от Миша уход именно с улиткой. Но сам факт то, что маска эта гидрогелевая, она разделена на две части. И удобно наносить на мое лицо, она идеально встает. То есть у меня маленькое лицо достаточно. У меня вечно проблема то, что вот эти ушки вот здесь вот остаются, которые некуда деть, потому что дальше уже идут волосы. И площади лица не хватает под маску. Здесь такого нет. У меня она идеально ложится на мое лицо. Не затрагивает волосы. Прям вот видно по маске, как она работает. Как вот это вот, весь этот состав, которым она потенциально пропитана, как это все впитывается в кожу, как это напитывает кожу. Очень крутая маска. Мне она безумно понравилась. То не могу сказать про следующую маску. Это тоже такая корейская маска. Это пилинг отшелушивающий для ног. Здесь были такие пакетики. Пакетик, точнее, один. Он соединен был посередине. Нужно было разрезать посередине это все. Одеть на ножки, закрепить. Сидеть минут сорок с этим всем. Нет, не сорок, по-моему. А, час или полтора часа. Посидеть с этим всем на ногах. И потом смыть водой. Пахнет все это безобразие уксусом. Не скажу, что неприятно, там как-то ядерно, но вот запах уксуса был. После этого они завирают, что где-то через 3-7 дней начнется отшелушивающийся процесс. И после того, как он произойдет, где-то спустя 2 недели у вас будут прекрасные идеальные ноги. Я это все сделала. И где-то, наверное, больше, чем через... Ну, то есть уже ничего не могло произойти. Я уже думаю, ну, фигня какая-то. Она не работает. И ничего не произошло вообще с моими ногами. И как-то раз, один раз я принимала душ, выхожу из душа, и с меня просто как со змеи сошла кожа с ног. Это было вот буквально за один вечер сошла практически вся кожа. Она обновилась. Но это реально выглядит страшно. Поэтому, девушки, у кого такой высокий эстетический вкус, чтобы себя саму не шокировать, не нервировать, лучше все-таки ходите к специалисту, делайте педикюр у профессионала, нежели вот такие вот пилинги. Потому что это выглядит жутко. Я, честно говоря, как сказать, у меня все в ванной было засыпано вот этими вот катышками моей, покинувшей меня кожи. Это было жутко. Да, по факту потом сами ножки, ну, то есть там еще шелушится, потихонечку отходит все остальное. А новая кожа, которая была внутри, она действительно розовенькая, красивая. Но все, что вам приходится пережить, кстати говоря, да, сразу после применения у вас очень сухие ноги, вам ничего не помогает. Вас это очень сильно бесит. Меня, по крайней мере, это безумно бесило. Потому что я не люблю, когда у меня сухие ноги. После этого у вас еще спустя больше, чем неделю слезает кожа, как у змеи. В общем, приятного мало. Поэтому как-то вот не очень удался у меня эксперимент с этой маской. Не могу советовать. Также моя боль и печаль, что у меня закончился продукт от Clorans. Это Eclat Minut. Их знаменитая база под макияж. Мне эта база понравилась. Она у меня в ноль первом оттенке. Она у меня была с розовым потоном. Действительно, очень хорошо смотрится на коже. Действительно, подсвечивает кожу. На нее хорошо ложится тональный крем сверху. Классная база под макияж. Не знаю, куплю ли я еще ее. Потому что хочется что-то новое пробовать. Но, в общем и целом, классная база под макияж. Мне она очень нравилась как раз таки своим таким розовым сиянием. И с ней макияж мой был всегда идеальным. Также у меня закончился от Nivea крем Makeup Expert. Крем вокруг глаз для чувствительной кожи вокруг глаз. С экстрактом лотоса, маслом виноградных косточек. Не могу сказать, что средство прям меня как-то зацепило. Мне понравилось. Особенно с учетом того, что оно из серии Makeup Expert. Как мне казалось, на нем должен макияж лучше лежать. Макияж глаз, по крайней мере, нет. Обычный крем. Самый-самый стандартный. Ничего абсолютно не делает. Ну так. То есть, если вам нечем намазать зону вокруг глаз, то да, вот, она не будет, по крайней мере, сохнуть. А так больше ничего выдающегося в этом средстве нет. И больше никогда я ее не возьму. Что касается и вот такой вот тайской сыворотки, Genif или как-то так. В общем, присылалась мне когда-то на обзор эта сыворотка. Как тогда в обзоре сказала, я не могу ей пользоваться. Она мне вытирает ресницы и брови. Как сейчас я не могу то же самое сказать. И выкидываю уже наконец от греха подальше, чтобы я не выдрала себе все. Здесь вот такой вот шарик, который должен потенциально крутиться. Он очень плохо крутится. Сама сыворотка на... Вот по ощущениям, все, что я могу отсюда добыть, она такая жирноватая, как масло. Какого-то от этих кров, добытых из этого тюбика, какого-то эффекта я не заметила. Поэтому тоже вам не могу советовать. Выкидываю от NUX HD базу под тени. Я так человек, пользующийся постоянно тенями. У меня это must-have база под тени. Но эта база, это отвратительно. Это плохо. Возможно, я ее купила уже просроченно. У нее был отвратительный запах. Она вообще никак не работала. На ней тени скатывались. На моих глазах... У меня сами по себе жирные достаточно веки. Но базы, такие как Smashbox, такие как Nars, они работают на моих глазах хорошо. Они не пересушивают кожу век, и при этом они хорошо держат тени. Эта база, к сожалению, отвратительно работала. Поэтому тоже не советую вам. Также у меня закончилась моя гигиеничка. Купила ее в Максидоме. Запахом булочки с корицей. Вот просто добила ее до самого коса. Мне очень нравился этот запах. Она у меня лежала на работе, валяла какое-то время в сумочке. Но так или иначе, я ее добила. Это редко бывает с продуктами такими. У меня всегда бальзамы летят в помойку. Но, в общем, в целом, была приятная гигиеничка с классным запахом. Поэтому, если вы в таком дизайне эту гигиеничку видите, повторяюсь еще раз, я ее видела в Максидоме. Также, по-моему, в Улыбке Радуги они продаются. Классная гигиеничка. Вот так вот бросить в сумку или на работу очень неплохой продукт. Это все мои пустые баночки. Я сейчас с радостью побегу складывать это все, чтобы завтра выбросить. И я надеюсь, что в новом году будет больше хороших продуктов. И в пустых баночках у нас будут только продукты, которые хочется хвалить. И я вам желаю тоже в будущем году, чтобы в ваших пустых баночках были продукты, которые вам хотелось бы повторить. И это все на сегодня. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Буду обязательно ждать вас там в гости. А мы с Бонифацием хотим вам сказать до свидания, до новых встреч. До новых встреч.